Это очень хороший философский вопрос. Каждый человек задумывается над этим. Кто мы? Зачем пришли на Землю? И в чем смысл жизни? Но получить ответ на этот вопрос непросто. Нужно много и глубоко медитировать, чтобы понять это. Я духовный практикующий, и у меня тысяча студентов, которые следуют за мной, чтобы медитировать в этом направлении. Вместе с ними мы пришли к тому, что люди появились на Земле с другой планеты или из другого мира. К примеру, в буддизме он описывается как мир звука и света, когда одни из видов жизни внезапно появились на нашей планете. Они обнаружили, что здесь имеются очень хорошие условия для жизни. Через некоторое время их тела света поменялись, и они не смогли вернуться обратно и остались на Земле. Конечно, эта теория отличается от других научных, к примеру, от теории Дарвина. И вот когда люди медитируют, они вновь могут обрести тело света и попасть в мир звука и света. И поэтому, исходя из этой теории, наша миссия на Земле, смысл жизни человека — это заботиться о Земле. Каждая форма жизни должна что-то привносить в этот мир и делать нашу Землю более прекрасной. Люди должны осознать, что жить нужно не только на Земле, но и во всей Вселенной, в гармонии со всем, что нас окружает, а не в отрыве от этого. Поэтому люди должны любить друг друга, помогать и заботиться о каждом, а не сражаться с друг другом. И я уверен, что это и есть смысл жизни и цель жизни каждого человека на Земле. Прибывая в физическом теле, у нас всегда имеются разные желания. Они часто рождают в нас идеи эгоизма. А чтобы любить и помогать друг другу, необходимо преодолеть эти желания. Возьмем, к примеру, Карла Маркса. Он очень хорошо проанализировал модель капитализма. И, по его теории, можно было бы создать более совершенное общество на идеях коммунизма. Но это не сработало, потому что люди просто не достигли такого развития, чтобы хорошо жить при коммунизме. Люди не смогли отказаться от своих эгоистичных желаний — иметь большой дом, пересаживаться на большие машины, иметь больше власти и так далее. И такова человеческая природа. По этим же причинам, к сожалению, люди пока не достигли того развития, чтобы любить друг друга и заботиться о нашей Земле. Поэтому сейчас очень важно обучать этому людей, учить их развивать свою духовную составляющую, свой внутренний мир. Когда человека перестанет волновать материальная составляющая жизни, когда он перестает хотеть иметь больше власти, то он придет в состояние умиротворенности. И если государства начнут обучать этому своих граждан, то у людей возрастут моральные стандарты, а это даст возможности для дальнейшего развития всего человечества. Надеюсь, что вскоре мы это осуществим. Мы называем кризисом то, когда мир развивался в одном направлении, а затем оно поменялось. Например, цена на газ всегда возрастала, а затем внезапно упала. И тут люди почувствовали кризис. Ранее они зарабатывали, к примеру, три тысячи долларов, а сейчас только одну. Но если мы посмотрим глубже, то поймем, что жизнь — это не количество заработанных денег. Жизнь можно измерить только тем, насколько счастливо вы ее проживаете. И если мы посмотрим на различных богатых людей в мире, то увидим, что они отнюдь не самые счастливые. Поэтому нужно понимать, что материальная — это лишь одна составляющая нашей жизни. Она не должна и не может быть ее основой. Поэтому моя идея в том, что в это время, когда экономика в мире так стремительно меняется, нам просто нужно сохранять свой ум и спокойствие, и знать, что есть на самом деле жизнь. Это отличное время, чтобы начать развивать свой духовный мир, начать обучаться тому, как можно наслаждаться простой жизнью и быть в ней счастливым. Вот несколько практических советов. Необходимо иметь в жизни цель. Если ее нет, то счастья вы не почувствуете. И второе — необходимо каждый день медитировать. Это несложно. Все, что вам нужно — это полчаса в день. Вы можете медитировать по утрам или вечерам. Просто сесть к себе на кровать или стул таким вот образом. Закрыть глаза, ровно дышать и расслабляться, расслабляться. И по мере того, как вы это будете делать, однажды вы почувствуете свое тело очень легким и комфортным. Вы ощутите тепло внутри, чувство гармонии и счастья. Кстати, ученые пришли к выводам, что медитация активизирует затылочную часть мозга, а это убирает стресс и вырабатывает гормоны счастья. Мозг как бы раскрывается, и у нас расширяется восприятие мира и жизни.